здравствуйте уважаемые подписчики и гости канала с вами Михаил Сманцарев вот сегодня делал вот такой вот ромбик но это бериллиевая по-моему бронза или латунька какая-то вот она была двух сторон хромированная значит одну сторону я обшкурил но сначала сделал вот такой вот ромбичек очень неплохо такой работает вот уже его оснастил искусственным материалом он готов для рыбалки и разрешил рассказать про некоторые способы изготовления блюзин которые применяли будем говорить наши отцы и деды не было вот обратите внимание у меня довольно большой ассортимент это вот еще с одной стороны там с другой стороны это двойная коробочка вон видите то есть море блюзин и я их делаю не потому что вот такая вот такая то есть не потому что скажем так мне денег жалко потому что я знаю что они отлично работают вот такой вот например 7 сантиметровый рубинг двухцветный два сантиметра у него ширина очень себя неплохо показал то есть что если немножко подогнуть его он будет вот так вот работать делать маятник если вот так вот взять трубу какую-нибудь и вот так стукнуть на деревяшки он чуть изогнется тогда он будет сыпаться хорошо то есть много всевозможных вариантов работала с таким ромбиком как его делали свое время брали просто ведро цинковое ну представляете да оцинкованное ведро стали стали оцинкованное из него ножницами вырезали чуть-чуть нам подогнули так сяк все он начал работать и ловит рыбу то есть кстати говоря на чистком озере так делали он не очень тяжелый например там на мелководье будет спокойно ловить значит но ромбик парнот у меня здесь он скажем так среди моих ударных поэтому я про него значит говорить не могу кстати говоря ромбики вот такие вот ломанные но это отлитые из бобита вот такой вот ромбик тоже с латунькой припаянной но у меня этих здесь нету вот у меня здесь вот такой вот ромбик сейчас я вытащу здесь бери левую бронзу она получше работать чем латунь значит но но он внутри выбран поэтому облегченный он выходит в горизонт и потихонечку сыпется то есть работа с ним вот кстати говоря совершенно простая то есть мы сбрасываем можем чуть дернуть сбросили он пошел и начинает сыпаться или сразу в горизонт в горизонт стал смотри как мы его поддернем как поработаем брестнивочкой значит этот вот ромбик если скажем вот так же чуть-чуть его перегнуть он будет точно так же работать поэтому на то что он будет полегче поэтому скажем очень просто было этот способ рыбной вовли будем говорить проимитировать при помощи оцинкованной какой-то сталюги вот вот такой вот это у нас есть такая брестна киллер тоже она у меня где-то здесь есть и ни одна не вижу ну не вижу одессе на у меня семерка и больше но вот по моему тут не ошибаюсь вот он видите да но мне нужен был маленький было одно время брал окунь только на маленькую здесь просто сделала из нержавеющего уголочка вот подогнул немножко отлично работает если например погода ясная очень там льда нету то вот точно такой же только он с гравировочкой чтобы был матовый прошкурен видите один вот блестящий один матовый тогда можно работать ведь я тоже держу его постоянно здесь значит еще есть вот такие вот блесна где вот значит клинушек это блесна которая в общем-то но неплохо работает но она где-то где-то родственница вот этой шпавы которые тоже у нас на заливе неплохо работает вот то есть смысл какой поддернула она пошла и начинает сыпаться то есть может быть где-то как аляска где у меня аляска вот алясочка небольшого размера большие тоже есть я их держу в арсенале они тоже отлично работают если так ей работать она уходит в сторону и сыпется можно и на месте начать сыпать есть еще один вариант у аляски кто не знает например если нам нужно работать на сбросе мы просто перестегиваем ее вот таким способом но у меня карабинчики очень мощная потому что не люблю когда сходит рыба вот то есть и она будет работать на сбросе мы ее сбросили нашла в сторону и начинает потихонечку возвращаться но здесь кстати говоря это конечно видео не способах будем говорить воли не от способах воли значит и или же работе способах работа блесной здесь надо понимать что например вот такой вот будем говорить клин если мы поддернули течение например идет в ту сторону то она ушла и потихонечку начинает подходить центру вот она еще не дошла до лунки мы должны снова ее поддернуть она туда же должна уйти и так неоднократно потому что окунь собирается вот это там значит если мы дадим ей встать в вертикаль передержать паузу она начнет потихонечку врачаться то есть где-то леточка закрутилась там по каким-то причинам может быть об землю ударить если вы низко трясете если вы поддернете у вас что уйдет в ту сторону будет сюда возвращаться но так будет уходить и у вас получается что то вот там окуни собрали то здесь то есть он не будет за вашей блесной гоняться поэтому необходимо как вот при работе клином так и при работе шпалой чтобы у нас блесна была поддернута и уходила в одно и то же место вот она уходит и потихонечку идет уходит и потихонечку идет тогда окунь начинает брать уверенно он вдоль дорожки этой собирается но можете немножко приподнять дальше вот такая вот блесна тоже делали из полоски по моему она сделана из мельхиора вот обратите внимание несмотря на то что у меня куча всяких блесен вот такой блесной я делал потому что было по весне когда укунь брал только на длинные блесна на большие то здесь что взята полоска это по моему мельхиора с не ошибаюсь у меня вот просверлено отверстие просверлено отверстие и здесь краешек загнут вот видите даже если неопытный блеснильщик просто ее сбросит за счет упора значит сопротивление воды она выйдет вот сюда и пойдет обратно опять то же самое поднял можно поднимать потихонечку потрясывая значит удочку в вертикальном положении потрясывать бросил опять она из-за упора уйдет туда то есть казалось бы простое значит простая конструкция блесны и она у нас будет уходить ну вот как деды делали они сделали такую блесну отогнул побольше поменьше мог ее вот так вот немножко согнуть это уже его скажем там опытные опытные варианты работы он находит игру наиболее качественную когда блесна начинает работать ну кстати вот такие блесны разные например вот вот такие я делал формы это копия вот это вот блесны я снимал то есть тоже она неплохо работает это даже потяжелее можно работать на большей глубине вот такие блесны конечно такие деды не делали это сделано из титана для того чтобы она как можно медленнее возвращалась если мне нужно придать некоторые говорят что блесна должна стукать чтобы рыба чувствовала вибрацию если мне нужно придать какую-то вибрацию я поставил удочку вертикально когда она в сторону ушла потихонечку вибрацию передаю так как любит без кивка чаще всего то есть она вибрирует и тренчок нее болтается значит вот такие вот блесеньки очень даже неплохо работают на это сделано из трубочек хотя можно из полоски и тоже ее положить на деревяшечку канавку и ударить чем-нибудь кругом кусочком трубы там и так далее но здесь тоже обратите внимание я применяю это нержавейка это нержавейка это титан значит титан ведь его немножко потемнее когда погода солнечная возможно он будет более уместен но и здесь видите нержавейка скажем так отшкуренная ну бы замотованная а здесь отполированная тоже бывает на это не берет на это берет или наоборот то есть надо всегда пробовать тоже самое вот эти блесны они интересны и можно согнуть она уходит в сторону очень неплохо можно наоборот согнуть тогда она будет уходить вот так будет сыпаться можно его так можно выйти так тоже надо пробовать по-разному такие блесны тоже очень часто делали будем говорить как самоделки ну можно будет в других видео поговорить если это интересно о покраске блесен вот например там фиолетовый каждый охотник желает знать где сидит фазан самая длинная волна то есть рыба глубинная считается и это вот на судачка то есть рыба глубинная считается что видит более длинную волну рыба мелководная видит волну которая более короткой красненький там каждый охотник желает оранжевые желтые как мы когда воем окунь у нас там всякие там красные ниточки но это тоже покрашена умеет аляска покрашенная я коляском очень неплохо отношусь они умеют делать интересные вещи при работе с ними ну и еще одно вот испокон веков всякие ниточки использовали вот я например балансиры беру значит а раньше просто брали вот не вижу здесь меня есть где-нибудь брали трубочку делали из нее вот есть у меня здесь такой вот делали из нее балансирчик вот такой ведь трубочка то есть она когда свет играет она в полосочку превращается не очень большая и не надо чтобы балансир ходил куда-то там далеко но хвостик более уловистый вот это уже по моему личному опыту бывает рыба не берет когда гоняешь там этот балансир со страшной силой у которого есть пластмассовый хвостик оперения но я не хочу сказать что я от них полностью отказался вот он есть у меня то есть при необходимости я на него тоже ловлю значит но но скажем когда я работаю на течение что такое что такой балансирчик течение большое вот он стал значит его течение немножко отнесло мы дернули он у нас сработал опять его течение относится он даже может и не успевает повернуться потому что должен быть очень тяжелый чтобы он резко поворачивался а течение бывает такое на заливе что когда вытаскиваешь его не вытащить постоянность цепля из-за края льда не только балансир но и блесна вот хвостики и вот такого цвета и вот такого цвета работает в общем-то очень даже неплохо поэтому это в общем-то деды применяли очень давно они делали всевозможные бороды когда боролась мормышка или крючок привязывался небольшой такой пучочек здесь меня вот у меня есть синенькая значит ну почему борода называют потому что брали козью бороду волосы значит и ну шерсть будем говорить и из нее делали крючочек вот например на верхней логе вот таких вот цепляет крючочков или треничков штук пять на поводок а внизу или тяжелая блесна или джиг и по одну тащит когда окунь гоняет по 4 5 6 окуней цепляется на эту бороду но вот такие тоже опушечки из темненькие темно-красненького цвета но кстати можно было обратить внимание я их расчесываю кусочком замка липучки вы знаете да наверное все или же связываю несколько иголочек вот так вот в ряд штучек 7 и спокойно прочесываю чтобы нитку после того как мы связали вот эту опушечку значит расчесать но еще хочу обратить внимание что есть некоторые интересные моменты значит по старым но иногда приезжаешь там на какой-то водоем всякие блесны кучи всего значит и никто не ловит смотришь какой-то местный ловит там спокойно без нервов подошел посмотрел послушал у него стоит на блесне какой-то крючочек простой с опарышем или простая мара мышечка вот у меня есть такая блесна цинковая значит такой клинушек она ведь и темная я просто прошкуриваю чуть-чуть вот здесь чтобы чуть-чуть облестел и вот эти вот ребрышки одно второе третье все и здесь сидящийся мара мышка туда или искусственный опарыш или искусственный мотыль цепляешь и у тебя идут поклевочки даже плотва на нее берет ну еще раз я в общем-то сам это главное хотел сказать что когда просто из простого кусочка значит здесь у меня двуцветный из простого кусочка ведра или оцинкованного металла изготавливали блесны и они в общем-то неплохо совершенно ловили вот но если кого-то что-то интересует еще то задавайте вопросы значит по теме видео или изготовление блесни или работа блеснами но сейчас я в ванну не пойду вам показывать как они работают то есть уж поверите мне на слово что я представляю дело в том что каждый рыболов должен обязательно четко представлять как работает его блесна в воде если он там просто дергают его хаотично ничего он этим не добьется то есть например если мы берем там скажем ну скажем вот клина такая интересная довольно таки значит блесна берем и ей работаем мы рыбу разогнали она уже нами имею виду раздразнили она уже начинает брать уже нет смысла сильно дергать мы повесили блесну потихонечку чуть поддернули у вас рыбка взяла значит снова опустили чуть поддернули рыбка взяла блесна уходит в сторону поэтому если она туда уйдет и будет бить рыбе по хвосту ничего хорошего не будет поэтому есть смысл когда мы сбрасываем там скажем в метре или полметра до дна и и остановитесь и глубина метров 5 и потом тихонечко медленно опустить может быть подыгрывая и потом тихонечко поднимать подыгрывая рыба будет брать но обо всем этом можно будет поговорить позже кому что не ясно задавайте вопросы с вами был михаил смансарев спасибо за внимание до свидания